МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет. Это твоя собачка? Да. Она умеет лаять? Да. Ау-ау-ау. А как она бегает? Это твой чемодан? Мой. А куда ты едешь? Не знаю. Так не бывает. Ну почему? Бывает. Не бывает, не бывает, не бывает. А может, ты и права. Не бывает. Пап, ешь, пожалуйста. Сейчас остынет все. Ем, ем. Нет у меня аппетита. Из-за нас? Из-за вас. Из-за себя. Знаешь, по-моему, я впервые в жизни растерялся. Не знаю, что делать. Какие слова говорить. Раньше все проще было. Дочки растут. Мы с мамой их поправляем. Учим, что хорошо, что плохо. А теперь? Правильно, пап. Потому что мы уже выросли, и каждый из нас отвечает сама за свои поступки. А вы все думаете, что мы маленькие девочки. Папа, не переживай так. Угу. Как не переживать? То, что происходит между тобой и Ольгой, мы с мамой совершенно понять не можем. Пап, мы уже все решили. Каждая из нас пошла сознательно на это. Оля родит ребенка и отдаст нам его Саше. Мы будем воспитывать его, как своего родного. Анечка, не говори мне про это. Не понимаю я. Не хочу я этого понимать. Все перевернулось в этом мире. Все. Не все, но много. Привыкай, пожалуйста. И к тому, что вы с Ольгой живете, как кошка с собакой, тоже привыкать? Пап, успокойся, пожалуйста. Ну, погорячились, бывает. Угу. Ну, мы же все равно любим друг друга. И вас с мамой тоже очень любим. Пап. Вот это скажи маме лучше. Ты знаешь, как она извелась уже. Правда, поговори с ней. По-доброму. По-родному. Я как раз сегодня к вам собиралась заехать. Пап, котлету все-таки съешь. Не хочу я эту котлету. Что это за котлет? Мама у нашей эта котлета. А это? Ешь. Пирожное будешь? Нет. Тогда можно я два съем? Ешь. Вот, прошу. Это что, опять список юных дарований? Уже же был список. Нет. Софья Юрьевна, это совсем другое. Это список людей, которые достойны жить в городе мечты. Вот здесь вот имена и фамилии. А вот здесь вот, кто чем занимается. Видите? То есть, кто какую реальную помощь может принести в обществу? Ой, инженер-изобретатель. Понятно. Скульптор. Врач-педиатр. Как все интересно. Посмотрите-ка, тут есть ваш однофамилец. Прям полный тезка, я бы сказала. Не странно, нет? Нет, отнюдь. Нет? Дело в том, что этот однофамилец я и есть. Да, и я внес себя в этот список сознательно и в полном согласии с собственной совестью. Да вы что? Ну и каковы аргументы, чтобы внести себя в этот список? Ну, аргумент один и весьма простой. Да? Да. Для того, чтобы создать фонд «Молодые дарования», нужно иметь талант. Нужно иметь возможность дать людям, талантливым людям, жить нормально. То есть обеспечить им высокий жизненный уровень. Понятно. Талант, проныры, дельца. Понятно. Ну, зачем же вы так? Словами ведь можно больно ранить. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте это сформулируем по-другому. Вам необходимо просто жить рядом со своими подопечными. То есть, как бы со своими творческими детьми, так? Вот. Вы меня поняли. Да. А понять – это ведь тоже талант. Так что, Софья Григорьевна, пожалуйста, помогите юным дарованиям. Ой. Ну, вот как я вам теперь смогу отказать? Вы же теперь меня ославите на весь город, что я не помогаю детям. Ну, что? А вы мне не оставляете выбора. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло, здравствуйте, Евгений Васильевич. Это Оля. Помните меня? Да, Оленька, конечно, я вас помню. Вы мне говорили, что я могу когда-нибудь заехать к вам в мастерскую и посмотреть картины. Говорил. Ну, сейчас могу повторить. Приходите, адрес напомните? Нет-нет, спасибо, я помню. Я очень рад вашему звонку. Буду ждать. Обязательно. Спасибо. Далее, из-за состояния голубевого крайне тяжелое, полная утрата сознания, острое нарушение мозгового кровообращения, отсутствие рефлексов, сам дышать не может. Все-таки мозговая кома, да? Глубочайшая. То есть, вся жизнь на аппаратах. Слушай, ну это же еще не конец. Помнишь, у нас в прошлом году в отделении лежал такой больной, он вышел из комы через неделю? Бывает, через месяц, через полгода выходит из скоматозного состояния. Но каждый раз это тяжелый и нравственный вопрос. А что мы поддерживаем аппаратом? Жизнь или... Ой, Николай Петрович, этот вопрос могут решать только родные. А у Голубева их нет, только знакомые. Вот видите, Григорий Павлович, Жарков даром времени не терял. Угу. Почуял собака, что жареным запахло. Значит, говоришь, Жарков собирается смыться. Все на это указывает. Во-первых, через подставных лиц взял билеты на самолет. Так. Второе, закрыл счет в банке. Хорошо. И третий, кажется, решает что-то с квартирой. Кажется что-то. Ты кто, Серега? Бабка-гадалка, что ли? Или следователь? Виноват. Значит так. Узнать что с квартирой, это первое. Второе, что с деньгами, снял или перевел на другой счет. И третье, на чье имя куплен билет на самолет. Понял? Так точно, Григорий Павлович, но одному мне... Бери подкрепление столько, сколько нужно. Нам нужна сейчас оперативная информация, понял? Так точно. Бегом. Задергался, гадюк. Хорошо. Прошу прощения. Муж. Да, алло. Лиза, к нам сегодня вечером приедет Анюта. Аня, что-то случилось? Не волнуйся, мать, она просто в гости. Ты уж не задерживайся на работе. Ну, постараюсь. Пока. Господи, что опять могло произойти, а? Ой, Жанка, ты не представляешь, как это приятно чувствовать себя хозяйкой в городе. Хозяйка в городе у нас еще мэрша. Ну, формально, может быть, и так. Но ты же прекрасно понимаешь, что все решают деньги. У кого деньги, тот и диктует погоду в городе. Это ты про себя, что ли? А что смешного? Вот, к примеру, подходит ко мне в клубе молодой человек и просит меня помочь ему. Обознался, дурашка. Принял тебя за мать Терезу. Дура-то же она. Он шел именно ко мне. Он именно меня хотел попросить. Видимо, он знает о моем влиянии на Роберта. Вот так вот. Ну, и чем дело закончилось? Ну, чем закончилось? Ну, не могла же я отказать молодому, талантливому человеку в его пустяковой просьбе. У него какие-то там гениальные идеи, а Роберт же поощряет молодые дарования. У него в городе солнце есть практически бесплатные квартиры для молодых и талантливых. Ну, так вот, я за один вечер добилась от Роберта все то, о чем меня просил этот молодой человек. Поняла? Поняла. Насчет почти бесплатных квартир можно чуточку поподробнее? За что их дают? Ну, я же тебе говорю, за талант и одаренность. Какие нужны медталанты? Успокойся, Жанночка. У тебя таких нет. Антон, это Нина. Я должна сообщить тебе важную новость. Да, про Илью. После операции он впал в коматозное состояние. Ну, кома. Да, без сознания. Ну, он жив, да? Точно? Что значит, вроде пока жив? Понимаешь, сейчас он подключен к аппарату, потому и жив. Но врачи сомневаются, есть там жизнь или нет. А ведь бывают и отключают от аппарата. Погоди, а кто решает, отключать или не отключать? А-а-а. Так а родственников-то у него нет. А родственников-то у него нет. Евгений Васильевич. Оленька, здравствуйте. Добрый день. Можно? Да, конечно, проходи, проходи. Что-то ты при вещах с чемоданом, или-то секрет какой-то великий. Да я к бабушке собиралась, а к вам вот по пути заскочила. Ну, бабушке так бабушке, главное, что ты здесь. Ну, и давай сейчас будем пить чай. Возражения есть? Возражений нет. Вот так-то. А ну, за мной. Да. Да понял я, Васин, понял. Давай действуем. Да-да, здрасте, можно? В чем дело? Григорьевич, извини, не могли дозвониться, поэтому пришли в твой кабинет лично. Что случилось? Да нет, ничего не случилось пока что. Вот. Мне тут Нина звонила. Это миссис Трайска хирургии. Ну да. Ну ясно, Нина звонила, и что? Ну и про Илью сказала, про Голубева. Что, что он сейчас в коме. Вот. Так что он сейчас подключен к аппарату, если аппарат отключить, то он просто грякнет. Да вы что? Гриш, подожди, такие дела я по телефону. Нужно поехать в больницу и все на месте там посмотреть и решить. Ведь у врачей свои как бы дела, понимаешь? Человек лет двадцать, а то и больше может проезжать, когда попадает в кому. А если Илью никто не будет защищать, то у них найдутся свои аргументы по этому поводу. Подожди, какие аргументы? Ну хотя бы из экономии. Они запросто от него могут отключить аппарат. Ну и просто не запарятся. Так что надо ехать. Понятно. Поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Анют, привет. Ты знаешь, что мы с тобой сегодня идем в кино? Да, хороший фильм с твоим любимым Ричардом Гиром. А когда ты уже успела его разлюбить? Анна, вы знаете, вы какая-то очень ветреная девушка. Ну ладно, все равно я должен же тебя как-то развлекать. Я уже билеты заказал. Почему не можешь? Саш, ну потому что сегодня я еду к родителям. Саша, ну я уже обещала, прости, пожалуйста. И, возможно, я там переночую. Отлично. Анна, мы в кои-то веки собрались куда-то выйти вместе. Я все дела пересмотрел, все перенес на другой день. У меня свободный вечер, ну а ты? Саша, ну пойми, пожалуйста, у родителей сейчас не все ладно. Эта ситуация с Олей, с ребенком, ну, ты же понимаешь, как им сейчас трудно. Мне нужно будет с ними поговорить, успокоить их. Ну да. Конечно, ты права, с ними нужно поговорить, их нужно успокоить. Потому что все-таки родители, они прожили тяжелую и очень непростую жизнь. Ну кто же их успокоит, как неродная дочь? Ну вот, я же знала, что ты меня поймешь. Ну конечно, я же должен все и всех понимать. Только вот знаешь, что я тебе скажу? Ваши вот эти вот психологические проблемы, семейные, они немножко, ну ты извини, конечно, начинают доставать. У меня в семье как-то все по-другому, ты знаешь, мы решаем эти проблемы. Вот эта вот твоя страсть к копанию в чужих депрессиях, проблемах, ты знаешь, она может ведь и на нашу семью перекинуться. Понимаешь, у нас с тобой начнутся проблемы, причем серьезные проблемы начнутся. Не дай бог, если они еще касаться нашего ребенка будут, ты понимаешь? Саш, что ты сейчас говоришь? Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Какое копание в чужих депрессиях? Это просто обыкновенная чуткость и доброта к тем, кого ты любишь. Мне странно, что ты этого не понимаешь. Ёлка. Рит. Да? Ну ты все еще обижаешься? Скушай яблочки. Я не хочу. Ну и зря. Кстати, ты вызывала электрика? А то в тренажерном зале лампочка мигает, клиент недоволен. Вызывала, приходил, заменил. Кто приходил? Электрик. Что заменил? Клиента? Лампу заменил. Ну и молодец. Скушай яблочко. Я ухожу. Остаешься за старшую. Только яблочко обязательно скушай. Пока. Вот, Олечка, посмотрите, Юра нарисовал кувшин и уже видно блик, рефлекс. Вот только здесь еще чуть больше тень добавишь. Ну все, рисунок закончен. Получается? Ну все, не будем мешать. Пойдемте дальше посмотрим. А вот это весенний пейзаж. Видите, какая тонкая линия, тонкий штрих, немножко нервный. Вот рисунок весь дышит, живет. Вот как будто кардиограмма. И каждый штрих показывает биение сердца художника. Здорово. Да, здорово. А это тоже Юра, да, нарисовал? Нет, нарисовал Коля. Коля, правда? Правда. Да и вот представьте себе, Николая сейчас здесь нету, а его работы помогают учить ребят рисунку. Они смотрят на его совершенно простые эскизы, наброски. И почти у них нет вопросов, им все понятно. Ну, что значит, что значит хорошая рука у парня? Да. А вот этот называется детство. Коля так назвал. Детство? Странно, почему? Вы знаете, сначала сам немножко задумывался, откуда это название. А вы выглядитесь получше. Это ведь мама глазами маленького ребенка. Правда. Коля ведь рано сиротой остался. Ну, ты видишь, именно такой он запомнил свою маму. Большие красивые руки и взгляд, устремленный вдаль. Скажите, кто вам сказал такую глупость, такую ерунду? Скажите, вот разве во врачебной практике не бывает случаев, когда больного отключают от... Системы жизнеобеспечения? Да. Ну, не скрою, бывает. Вот поэтому мы хотим застраховать Илью от такого рода случаев. Естественно, все, что требуется на его лечение, будет оплачено. Я считаю это излишним. Ну, кому придет в голову отключать больного от системы? И тем не менее, я настаиваю. Мы отдаем себе отчет в том, что содержание такого рода больного для вашей больницы обходится недешево. И не оглядывайтесь на меня. Вам предлагают деньги для больницы, а не взятку. Это особый случай. Голубев находится под следствием. И очень важный свидетель. Поэтому следствием заинтересованы в том, чтобы он остался жив. Поэтому смотрите у меня. Слушай, Нин, спасибо тебе, что предупредила нас. Честно, если б не ты, то мы вряд ли вообще успели бы. Ну что ты. Это вы молодцы, что так быстро приехали. А сколько я тебе денежку могу? Ты что, с ума сошел? За что? Правда, за информацию, за все. Обидеть меня хочешь? Я же от чистого сердца. Это мой профессиональный долг спасать человека. Ну, ясно. Ты? Сколько я тебе должен? Прости. Слушай, ну, может, тогда пообедаем вместе? Ты хочешь? Хочу. Ну, я тебя приглашаю тогда. Ты и я вместе. Согласна? Хорошо. Договорились? Договорились. Ну, все, отлично. Прости. Извините, Антон. Значит так, мы сейчас с Васиным уезжаем к Жаркову. А я как? Я с вами... Нет, ты сегодня свободен. Твою роль охранника сегодня будет играть... Понятно. ...Васин. Ясно. А зачем? Не понял. Нужно проконтролировать подозреваемого. Спасибо тебе, парень, помог. Ну, все, служу отечеству. Давай, увидимся. Вы звоните, если что, Рафин Андреевич. Ну, с тебя девушка, вы что, звоните? Да нет, с девушкой мы сейчас обедать идем. Да? Да. А когда? А прямо сейчас. Добрый день. Здравствуйте. Софья Григорьевна у себя? Да, она у себя. Но она занята. Ничего страшного. Вы сообщите то, что к ней пришли, потому что я договаривался. Разве? Ну, у меня ничего не записано. Я об этом ничего не знаю. А вы ничего не можете об этом знать, потому что я договаривался лично. Лично? Софья Григорьевна, к вам пришли по личной договоренности. Хорошо. Прошу. Оля, Оля, где же ты ходишь, а? Ну, что ты делаешь, Господи? У вас что-то важное, Вадим? Да нет, ну что вы, что у меня может быть важное. Я так по пустякам мотаюсь. Вот серьезным людям мешаю работу работать. Вадик, у меня действительно вчера была неотложная встреча. Хорошо, я понимаю. Вообще, давайте будем общаться на уровне неотложных встреч. А вчера, допустим, нам помешали встретиться обстоятельства. Но дело не в этом, Софья Григорьевна. Я хотел узнать вопрос по открытию спортивных секций. Вас еще интересует или про это можно забыть? По поводу спортивных секций. Отвечаю, это меня интересует. Хорошо. Вадик, нужно все просчитать, все продумать. Ну, подготовил какие-нибудь документы? Конечно, Софья Григорьевна. Пожалуйста. Прекрасно, я посмотрю все бумаги и вам перезвоню. Да, даже так. Вы очень любезны. Позвольте вам сказать, что если вдруг, Софья Григорьевна, у вас не окажется времени, вы будете недоступны, позвольте, только с вашего разрешения я осмелюсь позвонить и напомнить о себе вам звонком. Если можно. Хорошо, Вадим, я позволяю вам напомнить о себе. Звонком. Благодарю вас. Вы крайне любезны. До свидания, Софья Григорьевна. До свидания, Вадим. Ой, мальчишка. Господи, ну что ж это такое-то? Анюта, не помешал? Нет, папочка, не чуточки. Подожди, дочка. Ты ничем не расстроена? Нет, пап, я ничем не расстроена. А мне кажется, ты расстроена. Просто обидно, когда близкие люди тебя совершенно не понимают. Очень обидно. Ты сейчас про кого? Про Олю? Я по своему мужа, про Сашу. Только не надо ничего говорить, ладно? Хорошо. Спасибо вам большое, Евгений Васильевич. Мне так интересно с вами, что я даже не заметила, как время пролетело. Да, ну, теперь мне, наверное, уже пора. Простите, ради бога, Оленька, но мне кажется, что у вас в жизни какие-то сложности. Вот этот чемодан неспроста, ну, или я ошибаюсь. Ну, вообще-то... Ну, не надо, не надо объяснять. Просто я хотел помочь, поговорить с общежитием. Возьмите бы ключи от моей квартиры. Можете пожить. А я в мастерской переночевать всегда могу. Да ну что вы, Евгений Васильевич, спасибо вам огромное. И я вам, правда, очень благодарна, но не стою. Ну, как знаете, ну... Извините. Алло, да, Вов, говори быстрей. Это ты мне, Оля, скажи, где ты сейчас находишься? Не слышала? А я теперь думаю, что хочешь. Где тебя носит? В мастерской? В какой еще мастерской, Оля? Ладно, потом так потом. Ну, ты мне, пожалуйста, сейчас скажи, что ты решила? Вов, я сейчас не могу говорить. Перезвони мне, пожалуйста, через пять минут. Все, пока. Брат? Да... А, да. Вовка. Заботливый. Ну, тогда я за вас покоен. Спасибо. Я пойду. Ну, я вас провожу, конечно. Слушай, потрясающе. А я по кафе не хожу. Серьезно? Я дома готовлю. Угу. Для кого готовишь? Для себя. Для кого ж еще? Мои все в деревне остались. А я после медучилища не захотела возвращаться. Да и в городе все по-другому. И Елизавета Максимовна мне помогла. На работу устроила. Ну, в отделение. Понятно. А готовить меня мама научила. Я знаю, какие супы варю. Угостишь как-нибудь? Конечно. С удовольствием. Кстати, мои пирожки даже Елизавета Максимовна оценила. А она в них точно разбирается. Да, повезет твоему мужу, наверное. Повезет. Только где он? Будущий муж. Да найдется, не переживай. Найдется, повезет. Угу. Слушай, Нила, мне бежать нужно. Да, идем. Пойдем? Пойдем. Это тебе. Рит. Я хотел извиниться за свое вчерашнее вторжение. Да и утром я тоже не проявил особой чуткости. Ну. Ну, извини меня, пожалуйста. Да ладно. У меня просто такое чувство, что тебе нравится надо мной издеваться. Рит. Ну, что ты такое говоришь-то? Ну, тоже придумала. Ты замечательная девушка. Риточка, замечательная. Я к тебе очень хорошо отношусь. Правда. Только... Только что. Только... Ритуль, ну... Ничего такого между нами быть не может. Угу. Извини. Угу. Угу. Я у себя. Я у себя. Евгений Анатольевич, мы с тобой, с нашим фондом, таких делов на вороте. Через год город будет просто не узнать. Между прочим, кое-кто заинтересовался в Москве нашим проектом города мечты. В каком смысле? В каком смысле? А что ты испугался? Думал, компетентные органы. Я имел в виду архитекторов. И еще. У меня есть интересные предложения по развитию фонда. Вот проведем собрание, и я поставлю вопрос о расширении твоих полномочий. Хм, а конкретные? Я намерен... Вести тебя в совет директоров нашей стройки Века. Ведь часть квартир идет по благотворительным программам, а? Угу. Как ты к этому относишься? Спрашиваешь. Более чем положить? Роберт Андреевич, вы бы от двери отошли бы. Ну я же предупреждал же вас. Ну что вы как маленький? Слушаюсь, мой генерал. А то правда пристрелят. Кто будет достраивать наш город мечты? До свидания. До свидания. Генуль, так я ухожу? Идите, Елизавета Максимовна, идите. Слушай, а может быть все-таки сменить тебя? Не переживайте, не нужно. Все будет хорошо. Да? Угу. Спасибо тебе. Не за что. У меня действительно дома проблемы, и ты очень кстати меня выручаешь. Спасибо. До свидания. Так, уяснил. Угу. Да. Можно? Проходи. Здравствуйте, Роберт Андреевич. Здравствуйте. В общем, у меня появилась информация, что Жарков собирается уничтожить документы или поджечь офис. Скотина. Да, капитально заметает следы. Этого нельзя допустить. Ты понимаешь, если сгорит фонд... Да не сгорит. У меня появился очень интересный план. повеселимся. Повеселимся. Алло? Оленька. Оля? 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 Оля. Оля ушла. Оля. Оля ушла. Оля. Оля. Оля, я, конечно, понимаю, что ты вольна поступать, как знаешь. Но я прошу тебя, подумай сто раз еще. Твои родители уже не молодые. Представляешь, что с ними будет, если ты вот так вот раз и пропала? Вовта, мне ты уже сто раз говорил. Еще сто раз скажу. Спасибо, я поняла. Это, конечно, твое дело. Дай на себя, решай сама. Вон она, жива, здорова. А ты скоро в психушке окажешься. Здрасте всем. Здрасте. Вов, может, ты к нам чаю зайдешь попить? Да, Вов, заходи, заходи. У нас печенье такое потрясающее, ты еще не пробовал. Господи, все, собрание Достоевского взяла, что ли? Может, и правда зайти? Заходите, дети, заходите. Субтитры сделал DimaTorzok Так, в чем дело? Что здесь происходит? Здравствуйте. Здрасте. К нам на пульт поступил анонимный звонок о готовящемся поджоге благотворительного центра. И я думаю, что хорошо, что мы успели вовремя. Какой поджог? У нас все в порядке. Можете сами посмотреть. Да мы посмотрим, это наша работа. Вы, гражданин, поймите, реагировать на подобные звонки – это наша обязанность. Ну что ж, похвально, похвально. Ну хорошо, вы посмотрите и можете ехать. Да нет. Дело в том, что эту ночь мы должны провести на боевом дежурстве здесь у вас, в офисе. Если вы доверяете органам, вы, конечно, можете поехать домой и спокойно лечь спать. Если нет или что-то у вас вызывает подозрения, вы можете остаться вместе с нами и провести ночь здесь. Ну хорошо. Идемте, я покажу. Я сейчас подойду. Алло, Григорий Павлович, Рыбников говорит. Да, мы на месте. Операция выполнена, да. Объект доведен до кондиции. Все, конец связи. Редактор субтитров А.Семкин